очень давно хотела поговорить с актрисой режиссером юлии аук не зла не хватает я бы им прямо вот эти вот рожи вот так вот и вот так вот я юлия аук я юлия аук я очень хорошо понимаю что дело сфабриковано очень быстро я требую уважения к институту поручительства к законам российской федерации и к себе лично но самое главное это вот это лицемерие власти которая делает вид что она что-то делает для своих граждан на самом деле ничего не делает все на самом деле вокруг очень страшно юлия спасибо большое здравствуйте ольга не за что вообще для меня это честь я давно хотела спросить каково это иметь свою гражданскую позицию выступать вести митинги как вы это делаете и что вы же наверняка получаете какой-то очень сильный отклик в том числе и отрицательный я наблюдала после последнего митинга онлайн когда вы ввели его с вместе с ильей азаром журналистом и муниципальным депутатом как вас полоскали крылевский телеграм-каналы и каково это я тоже наблюдала я подписана на довольно большое количество кремлевских телеграм-каналов просто чтобы понимать что мир не только состоит из моих друзей и это не мир розовых пони и не мир единомышленников а это очень жесткий страшный мир в котором все переворачивается знаете я не могу конечно сказать что мне совсем все равно я не могу сказать но у меня наверное довольно толстая кожа и я если говорить о каких-то эмоциональных вещах я на это вообще никак не реагирую вот вообще никак но я же примерно понимаю и притом я уже многие годы понимаю что будет именно так более того я примерно понимаю о чем будут говорить я примерно понимаю как будут говорить то есть ну ну я знаю на что я иду а в профессии это не мешает мы же знаем очень многих моих коллег мы знаем многих ваших коллег кому гражданская позиция просто очень часто выписывает волчий билет мешает мешает но меня спасает то что все таки в нашей профессии и среди режиссеров и среди продюсеров довольно много людей которые которые разделяют гражданскую позицию мою гражданскую позицию и гражданскую позицию многих других людей условно говоря с нашей стороны но дорога какие-то большие большие проекты федеральных каналов мне конечно закрыты и совсем недавно январе месяце произошел случай который для меня был больным очень случаем меня сняли с главной роли проекта который мне был очень дорог и сняли буквально за один день то есть если бы это как-то зависел от каких-то других причин то это было бы иначе потому что изначально режиссер писал сценарий под меня и даже героиню сценарий зовут юлия то есть ее другое отчество зовут ее юлия и когда мне прислали этот сценарий и я начала его читать я буквально через там 20 страниц поняла что боже мой как же я хочу принимать участие в этой истории какая она классная какая она замечательная как бы давно не читала таких хороших сценариев и потом я просто знала что как-то команду подбирают там мужчину в которого я влюбляюсь подбирают меня и все это так было прекрасно и съемки должны были начаться 19 января а сняли меня с роли 18 января за месяц то есть в декабре месяце я дала перед самым новым годом я дала интервью я дала интервью и я примерно предполагала что что-то может такое произойти потому что дойчевелли это такой канал который очень любит в россии и на дойчевелли я так же как в принципе везде рассказываю о том что я думаю о баннексии советским союзом республик балтии безусловно россию эстонию разделяет колоссальная травма народа которая связана с аннексией эстонии советским союзом в сороковом году в общем мне этого не простили так что вот я лишилась не просто работы а вот очень какой-то важной для меня истории заставит ли это меня замолчать наверное нет потому что в общем как-то на дойчевеле я отвечу на этот вопрос потому что уже будет глупо я уже начала этот путь и как-то я к нему иду юлия вот вас это последовательная позиция по поводу аннексии прибалтики при этом вас лишили эстонского гражданства вы судились тем не менее не поменялась позиция понимаешь не поменялась но вот почему мне кажется вы должны быть как-то обижены на эстонию смотрите какая штука но как она у меня может поменяться это два разных исторических фактов правильно и я до сих пор считаю что в отношении меня произведена правовая несправедливость со стороны эстонского государства более того так думаю не только я а так думают даже некоторые представители власти вот в эстонии просто в какой-то момент давно там в девяносто третьем году когда я получала эстонское гражданство мне кто-то присвоил код получения гражданства не по рождению не по гражданонаследию на что я имею полное право потому что мой дедушка был гражданином первой эстонской республики а мне присвоили код по решению правительства то есть по натурализации что не является правдой я никогда не сдавала никаких экзаменов я никогда не проходила через процедуру нейтрализации вот и до четырнадцатого года я всегда и везде рассказываю эту историю более того я даже об этом спектакль сделала в эстонии который идет на эстонском языке и кстати собирает огромное количество людей там все время sold out надо на этом спектакле вот в эстонском театре с эстонскими актерами на эстонском языке моя эстонская бабушка это спектакль о поиске ответа на вопрос кто я эта история о том как человек теряет и обретает родину основанная на личном опыте российской актрисы режиссера эстонского происхождения юлии аук ее дедушка оскар аук и бабушка ксения клеттенберг являлись гражданами первой эстонской республики я об этом рассказываю я до четырнадцатого года выигрывала суды и мне возвращали гражданство мне дважды вернули гражданство после четырнадцатого года я не выиграла ни одного суда ни городские ни районные не окруженные не республиканство ни одного суда я не выиграла поэтому некое предвзятое отношение ко мне как к человеку который на данный момент живет в россии имеет российское гражданство присутствует актриса с фамилии аук режиссер с фамилии аук очень много связано с эстонии вы русская смотрите во мне эстонская кровь польского да сначала начнем с папы эстонская кровь шведская кровь польская кровь и еврейская кровь если говорить о крови поэтому сказать я эстонка или там я еврейка не только точно потому что очень мало связывала с польской культурой это вообще как бы странно да я я человек выросший в эстонии но безусловно принадлежащий русской культуре вот но я не могу сказать что я русскую нет я не русская ни в коем случае я не русскую я человек принадлежащий русской культуре когда вас сняли с этой роли которая вам так была нужна как это вообще происходит вот продюсеры сказали режиссера продюсеры почему потому что за продюсерами деньги потому что за продюсерами контакты потому что за продюсерами чиновники как это вообще случается как это все бывает вот вы не боитесь что вы останетесь изгоем ну изгоем 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 где изгоем на федеральных каналах ну вполне возможно но кроме федеральных каналов есть платформы сейчас и как я уже говорила довольно много режиссеров и продюсеров разделяются идеи свободы и либерализма ну ведь не деньги влияния не у актеров и режиссеров это в другом месте мы все я же об этом и говорю что продюсеры такие тоже есть понимаете в чуде вот скорее скорее и во первых я не знаю как это происходит потому что я не продюсер да и у меня есть друзья среди продюсеров но это тоже не те продюсеры которые сотрудничают скажем так с федеральными каналами это все таки продюсеры которые занимаются независимыми проектами вот поэтому как это происходит я не знаю я могу только предположить я могу только предположить что откуда сверху поступает некий сигнал о том что ну вот этот вот человек не должен быть у нас на канале уже совсем недавно где-то в общем это в марте было наверное месяце вот и еще не начался этот псевдокарантин и у нас с дочерью была вдвоем там фотосессия для одного журнала и вдруг по окончанию фотосессии мне позвонили позвонили с первого канала я так прям дожавал дело и мне говорят что вот вы знаете мы очень хотим вас попробовать на роль ведущей я говорю извините пожалуйста вы уверены что вы хотите меня попробовать на роль ведущей да 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 это не политическая программа это программа связана с психологией это связана программа с преодолением тяжелых жизненных ситуаций очень многие знают в какой вы были тяжелой жизненной ситуации вам удалось это преодолеть и вам удалось это вам удалось опять подняться и вот это будет очень как бы хорошим стимулом для людей которые тоже оказались в тяжелых ситуациях ваш пример поэтому мы бы хотели вас попробовать в качестве ведущей я говорю слушайте я конечно готова попробоваться ну вы там пожалуйста всегда наверху спросите они точно понимают кого они приглашают ведущий на свой канал и в свою программу и они такие нет 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 все нормально и даже назначили день проб а потом буквально ну наверное дня за два до этих проб которые должны были записать мне позвонили и сказали что изменилась концепция вот совсем недавно перед 9 мая звонят мне с канала россия и говорят что вот мы очень хотим вас видеть в программе которая будет сниматься в ходе победы за день до программы мне написали и сказали извините концепция изменилась не надо приезжать то есть я просто понимаю что где-то наверху наверное все таки возникают какие-то распоряжения и меня просто снимают с эфиров а пошли бы на первый канал работать пошла бы я работать на первый канал да нет наверное не пошла бы потому что ну нельзя это делать нет не пошла бы о тяжелая ситуация я как-то смотрела ну как как то я люблю смотреть и слушать ваше интервью но в одном из фильмов я услышала фразу которая мне очень больно резанула там собственно автор фильма описывая вашу ситуацию в какой-то момент в какой-то момент сказала и вот тогда муж Юли Ауг был разорен и когда все пропало что дальше как это вообще пережить вот это все дальше было несколько лет когда жизнь была невыносима она действительно была невыносима потому что мы в тот момент лишились всего ну понимаете это такая долгая история просто Андрей разорился в двенадцатом году еще в течение года он пытался каким-то образом восстановить свое экономическое положение при том в двенадцатом году у меня я не могу сказать что у меня было много съемок но у меня были какие-то съемки и более того я вот сейчас вспоминаю этот период я понимаю что в момент крайнего эмоционального шока шока ты можешь быть невероятно убедительным потому что мне больше никогда в жизни ничего подобного не удавалось в двенадцатом году я убедила своего друга продюсера а он смог убедить генеральных продюсеров и до начала съемочного периода мне выплатили 65 процентов гонорара такого не бывает но это произошло и мне казалось что благодаря этим деньгам которые я получу Андрей сможет рефинансировать бизнесы Андрей сможет вернуться отдать долги отбить дом который был заложен в общем ничего из этого не получилось при том если долго рассказывать там такая цепь стечения обстоятельств реально какая-то удивительная потому что Андрею вроде бы и удалось рефинансировать бизнес и он даже вышел на какие-то достаточно серьезные объемы он занимался цветочным бизнесом и есть такой день вот все цветочники об этом знают восьмое марта если ты брал очень много заказов на восьмое марта что ты мог отбить практически годовую прибыль накануне восьмого марта в конце февраля фуры которые идут из Европы в Россию потому что вообще цветы которые покупаются в Перу в Израиле в Уругвай еще где-то они все приезжают в Голландию Голландия это такой цветочный картель и там они распределяются по фурам которые уже идут в разные страны и вот если вы вспомните то конец февраля двенадцатого года был очень снежным и в Европе шли метели и были очень сильные заносы снежные в общем короче говоря фуры с цветами простояли больше недели на границе цветы превратились в кисель и Андрей был второй раз разорен он перенес два микроинсульта и у него началась хроническое заболевание ишемия головного мозга и это заболевание разрушало его личность в какой-то момент жизни он даже не мог принять решение он делал полочку для моих наград для моих кино и театральных наград ему хотелось чтобы я все награды сложила на одну полочку он делал эту полочку он не мог принять решение как распилить дерево и я ему должна была говорить вот сделай так сделай так в общем это какие-то были очень страшные годы при этом начиная с четырнадцатого года у меня было очень много работы и я довольно много снималась и снималась в больших проектах и все деньги которые я зарабатывала они уходили на покрытие кредитов на то чтобы лечить Андрея на съемку дома и в какой-то момент у меня было ощущение что я не выдержу и я наверное умру а умер Андрей ну как-то так произошло а я выживу вы одна сейчас? да сейчас одна Возвращаясь к 8 марта а вот это специальное отношение к женщине 8 марта вас коробит? нет? или нормальный праздник? ну для меня это не праздник вообще потому что мне кажется что это какое-то ну не какое-то а конкретно совершенно извращенное понимание этого праздника слушайте какой это праздник это довольно таки жесткий день когда женщины заявляли о том что они имеют равные права с мужчинами а вот у вас как у актрисы равные права с мужчинами? слушайте хороший вопрос я прям задумалась я думаю что равные ну если вот меня иметь в виду у вас довольно трудно наверное уже как-то унизить в правах с коллегой а когда вы начинали? когда я начинала? смотрите я полагаю что на съемочной площадке права распределяются не по гендерному признаку а по статусности вот те нравоучения умен будешь, примешь если ты массовка, у тебя одни права если ты играешь эпизод, у тебя другие права если ты играешь какую-то роль второго плана, у тебя третьи права главную роль четвертые права все это определяется так или иначе райдером более того, если у тебя уже высокий статус и ты играешь эпизод, у тебя все равно другие права вот, поэтому все это такой сложный механизм я могу честно сказать моя жизнь ну как-то так получилось видимо, я так предполагаю что именно потому что я была воспитана в семье в которой никогда не придавалось никакого значения гендерным различиям у меня, безусловно, главной в семье была мама и она всегда принимала все ключевые решения и никто мне не говорил там Юля, ты не должна себя так вести, ты же девочка да папа меня учил там с первого класса драться чтобы я могла себя защитить и не только себя то есть я воспитана несколько иначе, чем это принято было в Советском Союзе, наверное, так скажем Юль, ну вот в 12 лет первая роль, в 17 лет вторая роль а вам когда-нибудь предлагали переспать за роль? да, да, предлагаю расскажите про наших Харви Вайнштейнов, которых вы встречали слушайте, я на самом деле я вот, когда готовилась к эфиру я думала, стоит мне назвать фамилию нашего Харви Вайнштейна да стоит но мне кажется, что я могу назвать его фамилию потому что мне кажется, что его мало кто помнит этого режиссера и кроме всего прочего, этого человека нет в живых это Василий Панин и пробы, о которых я рассказываю это были пробы на фильм «Захочу, полюблю» вот хорошее название ну да не захотела не захотела, она не захотела как было, как дело-то было? на самом деле, вот я сейчас скажу это вот прям, действительно, как про Вайнштейна будет он позвал меня на пробы в гостиничный номер не надо падать в обморок это довольно часто особенно раньше была процедура в общем, прийти и познакомиться с режиссером в гостиничном номере в конце 80-х, в начале 90-х, это было нормально и это не обязательно заканчивалось там каким-то харассом то есть в 99-ти процентах это не заканчивалось никаким харассом но я очень хорошо помню как я приехала и мы сначала просто разговаривали и он меня спросил, а что это за фамилия у вас такая? я говорю, ну, эстонская фамилия она не звучная я говорю, почему не звучная? это моя фамилия но вот у актрисы с такой русской, богатой внешностью должна быть русская фамилия давайте мы вам придумаем псевдоним Юлия Артурова потому что вы Юлия Артуровна и от отчества да, от отчества смотрите, как красиво звучит я говорю, слушайте, я не согласна мне нравится моя фамилия ну, у русской актрисы должна быть русская фамилия окей ну, потом мы почитали текст а там такая роль была нужно было играть любовь мы почитали текст все вроде было нормально и он мне сказал, вы знаете, я должен быть уверен, что вы будете свободны перед камерой если вам придется раздеться если вам придется раздеться и если вам придется играть любовь я хочу быть в этом уверен поэтому я бы хотел прямо сейчас попробовать, чтобы мы с вами сыграли эту любовную сцену ну, закон ну, на самом деле ну, на самом деле вроде бы да но я вообще-то знаю, как другие режиссеры подобные вещи проверяют вот как вместе с партнерами всего лишь навсего назначаются ансамблемы пробы и ты вместе с партнером это пробуешь и никакого близко харассмента даже не было а вы сразу поняли, что это харассмент? ну, слушайте, ну на столе стояло шампанское на маленьком столике вот притом это действительно были там это был конец восьмидесятых годов и и и там были какие-то фрукты то есть это все можно было купить в какой-нибудь березке то есть это все было не так просто доставаемо скочит а сколько вам было лет? мне тогда мне еще восемнадцать лет даже не исполнилось да, и что вы сделали, когда он попросил раздеться и пройти с ним любовную сцену? и вот если вы меня захотите видеть в кадре ну я уж не помню, как я точно сказала но смысл правда давно было смысл был в том, что я сказала вызывайте меня в Москву на пробы и я вам все сыграю с партнером то есть я сказала примерно то же самое, что я вам сказала до этого вот на что он сказал, что если я так себя буду продолжать вести то ноги моей в кино не будет вот Вайнштейн вот ну и что? и мешал он потом вам? да я не знаю на самом деле ну правда не знаю потому что я очень быстро после этого получила главную роль в фильме «Похищение чародея» и и уехала сниматься в Свердловскую в Свердловскую киностудию и пожалуй в моей жизни кроме вот того случая, который со мной произошел в семнадцать лет никакого харассмента по отношению ко мне я больше никогда не испытывала и это кстати было какое-то для меня я не могу сказать, что это для меня было удивительным но я периодически это отмечала для себя потому что я знала как часто актрисам приходится через это проходить и я все время думала о том что меня это не касается у меня видимо после того случая на бегущей строке было написано что со мной это не получится при всем при том что я как раз человек который очень легко и свободно себя чувствует обнаженный перед камерой у меня в этом смысле нет вообще никаких табу вот а если вернуться, например, к тому моему случаю я вот тоже об этом довольно долго думала и я думала о Харви Вайнштейне и я помню, что когда ему объявили приговор в 23 года лишения свободы я прямо обалдела обалдела потому что на самом деле это продюсер, который извините, изменил лицо кинематографа он его реально изменил и вот продюсер получает 23 года за харассмент а с другой стороны я думаю о том что да, вот такой чрезмерной мерой а я считаю, что она чрезмерна мы получаем свободу потому что больше всего на свете не хочется чтобы мужчина имел возможность манипулировать актрисой вот у вас активная гражданская позиция которую вы не скрываете высказываете многие ваши коллеги тоже имеют гражданскую позицию и очень склонны к эмпатии да а вообще это распространено среди актеров заниматься втайне благотворительностью Александр Петров помогает например, такому проекту как Дом с Маяком ну, смотрите какая штука во-первых, Саша этого не скрывает просто о Саше Петрове сейчас такое огромное количество информации что информация о его благотворительности теряется но он уже несколько раз собирал благотворительные марафоны не просто в интернете а в театре в котором он служит и он собирает полные залы это фонд помощи тяжело больным взрослым да и этот фонд вообще с очень сложной судьбой фонд потому что дети вызывают больше отклик и эмпатия отзывается проще на страдания ребенка а взрослый человек он как-то все время остается в тени и когда ты просишь помощи для взрослого человека другие взрослые люди думают ну блин у меня тоже есть проблемы ну что это такое ну как-нибудь справиться ну а когда ты занимаешься взрослыми которые еще может быть совершили преступления сидящим в зоне ой вот в том то все и дело и если год назад я могла это сказать пошло в моду то сейчас я считаю что это стало делом необходимым и уже обязательным то есть если говорить о социальной эмпатии то сейчас уровень социальной эмпатии и социальной цельной помощи значительно выше чем еще несколько лет назад Юля но я вот сейчас чувствую огромную социальную эмпатию конкретно по адресу вот к вам потому что вы человек который неоднократно был судьбой бит страшно вы человек который одна содержит дом маму дочку трех собак как вы живете ну как я живу знаете какая штука еще на митинги ходит ну да смотрите какая штука мне просто ну скажем так повезло у меня я поставила в феврале у меня была премьера в феврале я поставила спектакль в Санкт-Петербурге кстати это пьеса в войне на Донбассе это вообще удивительно что она вышла и что она играется и это вот я просто к тому что театр это все-таки в каком-то смысле территория свободы до сих пор вот и соответственно я получила гонорар и у меня проект на данный момент мой последний проект тоже закончился в феврале соответственно март апрель и вот уже май я просто проживаю те деньги которые я успела заработать но они правда скоро закончатся и что и вот это очень на самом деле страшно и очень тяжело окей у меня вот это вот небольшая небольшая подушка денежная просто образовалась потому что вот у меня недавно закончились проекты я знаю огромное количество людей которые вообще без каких бы то ни было сбережений без какой бы то ни было помощи мы буквально вчера в интернете собирали деньги для одной девочки актрисы из Петербурга она еще маму похоронила вот тем кто работает в театре официально им все-таки что-то платят то есть они получают вот этот вот государственный минимум который платит театр если это государственный театр люди же которые не имеют работы в государственном театре как я которые являются индивидуальными предпринимателями еще там интересно там коды разные и вот если ты индивидуальный предприниматель с кодом 90 там что-то еще там добавочные цифры то ты имеешь право получить субсидию от государства в размере 12 тысяч рублей а если у тебя другие коды а у меня там другой код у меня 5911 код я не имею права потому что мой код обозначает не творческую деятельность в сфере исполнительных искусств вот этот 90 код а он обозначает производство телевизионной и кинопродукции то есть считается что вроде бы эта индустрия продолжает существовать но она конечно не продолжает существовать то есть есть небольшое количество проектов в которых принимает небольшое количество актеров режиссеров и так далее но как индустрии как таковой ее конечно нет и то что государство сейчас максимально отстранилось от социума и никак не хочет помогать людям то есть вот государство принципиально что меня поражает государство принципиально совершает шаги которые противоречат здравому смыслу то есть мне это как раз кажется что сейчас такое время когда люди даже те которые так яростно топили за Путина и за этот режим ну наконец должны увидеть насколько этот режим губителен для людей ну просто вот это же прям видно это же все на кончиках пальцев то есть абсолютное мне кажется что это такое зримое расслоение между социумом и государством которое сейчас происходит оно его просто не так раньше было заметно а сейчас этот карантин прямо высветил все Юлия а если бы вы сделали спектакль если бы вы ставили спектакль о карантине о короне какая бы в нем была главная мысль и доверняка же вы тоже думаете об этом это мысль абсолютно оставленности человека такой социальной социальной брошенности человека в сложный период и это была бы история про то что человек может спасти себя только сам а еще это была бы история про то как человек начинает понимать как ему вру с экрана телевизора тот человек который раньше безусловно безоговорочно этому телевизору верил я хочу вам пожелать такой спектакль обязательно поставить он нам нужен спасибо большое спасибо Юля удачи нам всем до свидания спасибо вам большое и спасибо вам большое